всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел поговорить на тему экспорта темпа трека для использования в других секвенсорах ну о чем конкретно пойдет речь у нас могут быть какие-то проекты и сессии которые были созданы с плавающим темпом причем это могла быть живая запись записанная без метрономы которые потом через smart tempo мы скажем так проанализировали применили получившийся темпа трек проекту ну либо просто специально созданные какие-то изменения темпа темпа трека или там даже размерности смены то есть четыре четверти три четверти потом уж там киньки 6 восьмых появляются ну то есть какие-то изменения именно вот с сеткой проекта вот при меня здесь есть пример песни в которой тоже темп довольно сильно плавает довольно сильно различается и вот есть допустим задача эту песню но сейчас меня здесь представлена одним файлом для простоты а так допустим есть сессия полная и вот я например вывожу мультитрек поставим его да и хочу чтобы человек который там будет это допустим сводить или обрабатывать или еще что-то делать чтобы у него в его программе потому что это допустим не logic у него открылся в первозданном виде и самое главное чтобы темпа трек загрузился по своему опыту скажу что между разными системами там mac и windows между разными секвенсорами между разными версиями секвенсоров вот на этом этапе всегда возникают какие-то проблемы то есть вроде бы если мы вот из лоджика делаем либо экспорт либо bounce то у нас всегда по умолчанию стоит галочка include tempo information и как бы вот в файл вшивается темпа информация которая была в темпо треке в проекте в который создавался этот файл то есть ну не важно что у меня здесь один файл в сессии там может быть там 100 дорожек и самой сессии да но если темпа трек есть глобально то в получившуюся вавку которую мы экспортируем у нас зашивается вот эта вся кривая темпо информация если вы потом этот файл как вот я сейчас создал пустой проект и занесете обратно в logic в новый проект он как правило вам предложат сообщение появится что хотите ли вы импортировать темпа трек из файла либо вы можете правой кнопкой мыши нажать по файлу и здесь есть темпу apple origin темп это project темп а то есть тогда лоджик еще раз посмотрит есть ли темпа информация внутри файла если ее вдруг нет то там включится анализ smart темпа и собственно он вам запишет это в темпо трек то есть какие тут эти микроизменения какие-то неровности и так далее то есть лоджиком проблем нет когда мы отправляем кому то у кого тоже лоджик даже не обязательно одинаковые версии но желательно хотя бы какие-то пограничные версии то как правило там все без проблем должно загрузиться и встать но вот если мы отправляем кому-нибудь в другой секвенсор там конь про тулс cubase то даже через всякие общие форматы такие как и f и прочее темп в адекватном виде к сожалению не передается и в этом видео я вам сегодня расскажу как себя обезопасить и на всякий случай вывести вот этот отдельный темп отрек доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене для того чтобы вывести отдельный темпо трек все довольно легко нужно просто создать пустой миди файл с миди нотой да это такой очень примитивный момент но он работает в 99 и запятая 9 9 случаев из 100 поэтому давайте я вам покажу то есть вот у меня есть трек которыми нужно вывести я создаю просто пустой software инструмент трек создаю здесь миди регион ставлю любую ноту и моя задача во первых регион расширить на всю длину нашего региона с самой музыкой самими дорожками и собственно также и ноту расширить то есть вот видите видите вот здесь даже в проекте видно что вот у меня идет нота от начала до конца в принципе в принципе все у нас все готово то есть теперь что нам нужно сделать нам нужно ну выводим там либо мульти трек либо общий файл допустим просто выводим а потом просто выделяем конкретный миди регион и нажимаем файл экспорт selection с миди файл мы экспортируем этот миди файл пускай там на рабочий стол ну или там даже вот сюда например неважно экспортируем этот миди файл и все и получившийся миди файл у нас соответственно потом можно отправлять передавать и желательно чтобы человек который создает новую сессию он закидывал в первую очередь в проект именно этот миди файл то есть он сперва закидывает миди файл создает пустую пустую сессию закидывает миди файл из этого миди файла как правило всегда достается в любом секвенсоре темпа информация она прописывается соответственно на тот темп трек который присутствует в там в кубейсе в протулсе неважно в эблтоне в любой программе он прописывается и после этого уже когда сетка как бы встала под нужное под нужный вид вы просто спокойно ну точнее человек которым вы отправили спокойно закидывает уже остальные файлы которые относятся к этой сессии то есть вот таким образом вы можете вот так быстро передавать сложные проекты потому что игру если просто вы вывести мультитрек то как правило в некоторых секвенсорах начинаются какие-то глюки потому что ну может быть не совсем стандартная работа у лоджик вот этих точек то есть не все секвенсор их понимают то есть там нет какого-то прям единого алгоритма все равно есть какие-то нюансы и вот мы сталкивались с тем что идеально темп не передается там начинаются какие-то странные странности там даже бывает звук начинает растягиваться или как-то сжиматься при попытке как-то проанализировать ну то есть чтобы этого не было вот вы можете точно вывести миди файл общую такую одну длинную ноту на протяжении всего файла и у вас точно в любой программе даже какой-нибудь старый там протулся десятилетней давности у вас точно этот мп-трек прочитается и уже после этого можете спокойно закидывать аудио файлы и работать что ж вот такой вот быстрый вам совет напишите в комментариях знали вы про него пользовались вы им если нет то напишите будете ли им пользоваться также всегда пишите свои вопросы либо мне лично либо в нашем telegram чате напомню что у нас есть telegram чат logic pro help там уже больше двух тысяч человек мы постоянно обмениваемся опытом по работе с лоджиком вопросами я там тоже всегда стараюсь отвечать и какие-то интересные кейсы или интересные вопросы я на них записывают такие видео чтобы ну собственно всем было полезно видео у нас выходит регулярно на ютюбе смотрите и также подписывайтесь на все наши соцсети мы также есть вконтакте наша группа в telegram и как я уже сказал будем на связи я также всегда на связи жду вашей обратной связи от видосов которые вы смотрите надеюсь что вам они нравятся что ж с вами был дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео всем успехов в творчестве и всем пока